Очередные жертвы долгов. Жители села Боброво вышли сегодня на митинг под здание облгосадминистрации. Уже почти сутки они живут без света и воды. Из-за долгов Попаснянского водоканала перед Лео, а это около 240 миллионов гривен, сельчан отключили от жизненно необходимых коммуникаций. И когда подключат вновь, пока неизвестно. 60 жителей села Боброво с самого утра пикетируют Луганскую облгосадминистрацию. Отчаявшихся людей заставило сюда прийти отсутствие в их домах света и воды. Нет, ни света, ни воды. У нас лежит парализованная свекровь. Вот мы ее сутки не можем ни помыть, ни накормить. Нет света. Вчера в три часа выключили и все. Сказали, не будет света и не ждите. У нас нет ни газа, нет ничего. Не помыться, ни чаю. Холодильник совсем потек, все начинает портиться. Сегодня вообще ничего не ела. И вчера вечером не ела. Все уже попортилось, все потекло. И никому дела нет. Мы изгои, изгои. На протяжении многих лет люди бьются за свои права на нормальную жизнь. Но до сих пор никто из чиновников не может решить их проблему. Переподключить электролиний этого села на соседнее Боровское. Изначально Боброво запитано от электролиний не подконтрольной украинской власти Светличного. Сейчас они относятся к Попаснянскому водоканалу. А за потребленную электроэнергию платят и вовсе в Северодонецк. У нас эта проблема длится долго-долго. Нас бесконечно отключают. Бесконечно. В прошлом году в жару отключали, в этом году. В прошлом году мы точно так собирались. Мы без света просто погибаем. Куда нам обращаться, кто нам может помочь? Юсев – частный предприниматель. В Боброво у него своя база отдыха. Мужчина рассказывает, устал терпеть убытки из-за постоянного отключения электроэнергии. Мороженое потекло, мясо все пропало. Что мне делать? Нам говорят, что не будет месяц, два не будет. А спрашиваются, если месяц, два не будет, зачем я тогда буду платить налоги? Я вчера заплатил в Северодонецк 4 тысячи денег за электроэнергию. Спрашиваются, за что? В прошлом году журналисты ПОДИ обращались к депутатам городского совета с просьбой объяснить, когда жители села Боброво переподключат напрямую к Северодонецку. Нам ответили, что для этого нужен проект. Сегодня узнаем – проект уже есть, а денег на его реализацию нет. Выделены городским советом средства на проект. Не подписываются эти условия, нет возможности и нет финансирования. Обращались в РДФР, обращались в область для финансирования, никто денег не выделяет. Сам город не потянет, там нужна прошлогодняя оценка была, около 7 миллионов денег. К протестующим сельчанам вышла представитель одного из отделов Луганской благосадминистрации. Нам она рассказала, никаких запросов о софинансировании проекта в департаменте регионального развития не видели. Этот вопрос могут рассмотреть, но после устранения всех недочетов, которыми должны заниматься городские чиновники. Оборудование и сети сами не соответствуют техническим условиям, необходимым для переподключения. То есть не хватает мощности, нужна замена оборудования. Финансирование этого проекта выполняется за счет городского совета. Не получив ответ на вопрос, когда же в их домах появится свет и вода, жители села Боброво приняли решение оставаться под стенами облгосадминистрации до последнего. К этому часу около полусотни жителей села Боброво до сих пор находятся на Площади Победы. Продолжение следует...